И попутно к этому же вопросу. А как сбор будет производиться вот этого всего? Сбор чего? Мусора по заявке. Давайте по заявке. Я думал уже многие знают. Так сразу вопрос. Давайте объясню, как сделать заявку. Неделю звоню, по телефону, по заявке. Приняли заявку. Неделю же вывезти не могут. Адрес. Подождите. Так. Уважаемые жители. Значит, давайте так. Первое. Если есть какие-то жалобы по качеству вывоза мусора, я эти жалобы принимаю. Это первое. Второе. По каждой жалобе будем разбираться с перевозчиком. Поэтому, если есть какие-то жалобы, объективные, опять же, прошу понять правильно, объективные жалобы есть. Вот как говорите, не можете в течение недели дозвониться. Или в течение недели дозвонились, не могут вывезти. Адрес назовите. Разберемся. Адрес. Скажите, пожалуйста. Дальше. Уважаемые жители, давайте дальше. Вот говорят, три дня. Ну вы же, пожалуйста, поймите правильно, что. Вот сегодня сделали заявку. На завтра машина не приедет. Она приедет на третий-четвертый день. Соответственно, вы рассчитываете, чтобы заявку сделать, что там, ну, немножко неполный контейнер. Не надо доверку забивать, потом делать заявку, потом возмущаться, трепать себе нервы тем, что начинается с горкой. Ну, доверку не набирайте немножко. Через три-четыре дня он будет полный, но не с горкой. Так, вы попробуйте дозвониться. Так, и еще. Если не получается дозвониться, есть, подождите, стоп, есть альтернативный вариант. Это через сайт. Заходите на сайт, наносите две тысячи. Есть, 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 нет. Давайте соблюдать, и это правило. Вы перепилайте человека. Давайте, по-другому, во-первых, не дослушали до конца. Давайте, вы и слушаем. Давайте, вы и говорите. Во-первых, по-другому, по-третьему. По-дному. Если человек говорит, что он может лево перебить, или что? Что вы условия даете? Это где, ну, вы говорите, по-другому. По факту на контейнер заполненный. Приехала машина, забрала. Приехала машина, забрала. Что касается домовладений, где контейнеры не установлены. Сельсовет должен определить места накопления отходов. На эти места накопления отходов мы устанавливаем восьмикубовые бункеры. Категорически против. Категорически против. Это будет грязь, это будут совать. Давайте начнем с того. Первое. Первое. Эти бункеры с крышкой. Это раз. Второе. В белом яре поставили. Открыть крышку не могут. Такой степень и петровый. Да мы подоградим. Все интернете переполнены. Второе. Второе. Значит, если у вас какие-то есть события, вы съездите в Табаканский район. Табаканский район установлен в бункер. Нормально. Если выросить вовремя, то все будет нормально. Если глава сельсовета делает вовремя заявку, не дожидается, когда из бункера полез этот мусор, то все будет нормально. А что у вас будет поездка? А может, сельсовет? У меня сегодня так получилось. Мы сдали заявку три дня тому назад. Сказали, через три дня на четвертый приедут. А куда я должен вот этот мусор высыпать? За эти четыре дня. На хору уже теперь не там. Но потом так, как раз, может, не перебивайся. Второе. Вот за этим мусором, я не понимаю. А вот что. Мусором машина, смотрю, прошла. Я вышел на улицу. Он до соседа на угол доехал, сто метров от меня. Я ему машу, заедь сюда. Он как съехал, так и поехал. Потому что не приятно. Потом вечером сейчас приезжает, второй КамАЗ приезжает. Я говорю, почему вы так делаете? А, говорит, у нас дурные диспетчера, говорит, там такие сидят. Над одним контейнером три КамАЗа отправляют в один район. Когда один КамАЗ может приехать, собрать эти машины. Это диспетчер, согласен с вами полностью. С вашей критикой согласен полностью. Диспетчера перевозчика немножко недорабатывают. Продолжение следует. Диспетчера перевозчика.